приветствую вас дорогие рукодельницы меня зовут елена андрюшина я представляю вам мастер-класс специально созданный для производителя ножей чемборда фэнтези по созданию вот такого лесного осеннего панно в середине которого находится фоторамка так присоединяйтесь к мастер-классу для основы я беру переплетный картон 2 миллиметра толщиной и первым делом я продеваю бечевку с помощью которой это панно можно будет повесить на стену закрепляю я ее с помощью братс размер этого прямоугольника примерно 10 на 25 сантиметров на него я наношу клей и приклеиваю кусочки картона полосочки если у вас есть остатки очень хорошо разной толщины верхнюю часть я делаю неровную а нижнюю стараюсь сделать по одной линии и верхний край я хочу сделать неровным для этого вырезаем ножницами небольшие кусочки теперь мне нужно определиться какое у меня будет дупло так скажем фоторамка для этого я отмечаю с помощью блюдца и вырезаю ножницами ровный край мне не нужен поэтому я использую не ножек а именно ножницы так получается быстрее диаметр примерно у меня здесь где-то 10 сантиметров внешнюю часть я с помощью нижнего контура блюдца отмечаю и здесь уже ножницы мне не помогут поэтому я беру макетный нож и коврик здесь вырезать довольно кропотливая работа но ровные края здесь тоже не нужны верхнюю часть я буду приподнимать при помощи приплетного картона с помощью вот таких прямоугольничков ниже не дадут впоследствии выпасть фотографии теперь я покрываю панно толстым слоем текстурной пасты чем толще слой тем фактурнее и объемнее будет текстура дерево и пока паста не застыла я с помощью расчески делаю продольные полосы точно так же я оформляю и верхнюю часть рамочки после того как все высохло я покрываю коричневой акриловой краской и саму панно и верхнюю часть фоторамки и внутренний круг после того как все высохло я приклеиваю внешнюю часть рамки на внутренний круг таким образом что сверху остается отверстие куда будет вставляться впоследствии фотография и теперь уже сам круг я приклеиваю на основное панно и она приобретает форму фотоаппарата при этом я смотрю чтобы верхняя часть куда будет вставляться фотография сидела ровно по вертикали теперь немножко декорирует панно для этого я на горячий клей пистолет приклеиваю веточки у меня веточки сосны они имеют такую интересную форму и я приклеиваю их немножко они напоминают бурелом который часто присутствует в лесу теперь мне нужно все тонировать я это делаю с помощью спрея цвета лайма можно использовать желтый спрей и уже после того как спрей высох я также тонирую с помощью акриловых красок с помощью белой зеленой и черной немножко их смешиваю и сухой пусте прохожусь по всему панно таким образом не объединяются веточки и теперь мне нужно подготовить лист под вырубку для этого я беру лист акварельной бумаги и покрываю его водой и дальше у меня идут вход спреи осенних оттенков это желтый красный зеленый вот так немножко хаотично я взбрызгиваю и они между собой перемешиваются и получаются интересные оттенки теперь все это высушиваю с помощью фена после того как все высохло я разрезаю на удобные для меня кусочки потому что машинка для вырубки у меня небольшая и на зеленой части я буду вырубать сосновые веточки от фэнтези потому что как известно такие веточки зеленые и осенью и зимой и летом а ту часть где у нас оранжевая и красная я буду вырубать с помощью жемчужных нитей и тычинок за счет того что у нас разного тона бумага очень интересно будет они смотреться на оставшемся месте я делаю штамповку листиков и вырезаю также буду использовать их для украшения панно вот такая вырубка у меня получилось также я буду использовать акриловые листочки которые мне нужно затонировать и сначала я их покрываю зеленой акриловой краской и сверху я их тонирую с помощью бордового цвета и немножко желтого придавая им осенние оттенки теперь я весь наш декор приклеиваю с помощью горячего пистолета к панно до этого я уже немножко формила фоторамку мхом приклеила его также на клей горячий пистолет теперь приклеиваю наши декоративные элементы очень хорошо вырубка смотрится между веточками как бы проглядывает между ними приклеиваю ее не полностью а только за нижнюю часть таким образом она становится более выглядит более объемной очень красиво здесь смотрится вот эти жемчужные нити в лесной работе и вот вот Если от клея остаются небольшие такие ниточки, я их тоже оставляю. Они у меня будут как будто паутинка. Теперь мне это нужно все объединить цветом. Для этого я беру оранжевую и желтую акриловую краску и сухой кистью прохожусь по всей поверхности панно, включая все наши украшения, вырубку, высечки. То есть объединяю все это вместе одним цветом. А теперь я добавляю бликов с помощью белой акриловой краски, и также сухой кистью прохожусь по всей поверхности. Музыка 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 Теперь я брала фотографию и делаю набрызг белой краской. Последним этапом у меня идет добавление прозрачных капель дропс, которые будут у меня символизировать капель керосы. Можно сюда ставить свою фотографию из леса и вот такое красочное осеннее панно получилось. Очень красиво здесь смотрится вырубка фэнтези, очень подходит этой работе. Спасибо вам за внимание, до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!